здравствуйте у микрофона михаил шахназаров 395 выпуск на канале шахма 23 января 2022 года на канале саваничи новый ролик исторический на чьих костях стоит рим подпишитесь на саваничи ютьюбе в телеге и конкурс 24 февраля 24 февраля в театриуме на серпуховской премьера спектакля обмен по моей пьесе по пьесе да по моей пьесе я решил разыграть билеты два билета разыгрываются в телеграме подпишитесь на телеграм их у москвы найдите там свежий пост о розыгрыше билетов четверостишье о путешествии в поезде лучшее четверостишье о путешествии поезде ну желательно чтобы конечно участвовали москвичи потому что спектакль пройдет москве и два билета ваши ну что поехали раз уж вспомнили театр как не обратить внимание и на юлию аук которая так и хочет устремиться за виктором шендеровичем юлия аук неплохая нужно сказать актриса которая решила в очередной раз плюнуть в сторону россии вернее даже не плюнуть а я бы сказал харпнуть сегодня в нарве это был 21 числа то есть позавчера сегодня в нарве с большим успехом прошел спектакль эмма космеи кассон кают мама наша кошка тоже еврейка насколько я знаю да это переводится а холокосте в эстонии о том как просто сделать шаг перейти черту за которой ты начинаешь убивать соседа которому вчера смотрел глаза а позавчера в одном магазине покупал хлеб это не только про прошлое это внимание про настоящее про прямо здесь и сейчас это потому что мы не хотим говорить про холокост и репрессии юля у меня такой вопрос а как вы считаете вот можно ли всю жизнь всю жизнь проживать исключительно прошлым вот исключительно прошлым зацикливаться на каких-то трагических периодах истории человечества и жить только этим нельзя объясню почему потому что это ведет к деградации пример трагическая страница в истории армянского народа геноцид армянского народа и когда я понял был момент что многие живут именно только геноцидом и страданием по этой странице и тяжелейшей странице армянского народа я понял что это путь в никуда к чему это привело знают очень и очень многие поэтому вот когда люди начинают постоянно говорить о геноциде о холокосте о репрессиях цифры которых в десятки в сотни раз преувеличены это превращается в спекуляцию это превращается не в дань памяти погибших а именно спекуляцию то есть чем вы занимаетесь вы спекулируете памятью погибших во время холокоста евреев именно этим вы занимаетесь юлия аук понимаете о чем я говорю прекрасно понимаете для того чтобы вы то я вам сейчас докажу что это именно так и желание закрыть глаза и не смотреть а а теперь да да из равнодушия рождается фашизм пишет юлия аук и желание закрыть глаза и не смотреть на социальные травмы стран и народов можем повторить вот сейчас самое главное можем повторить это не только про победу над фашизмом это и про аннексию государств и про бытовой антисемитизм и про репрессии знаете что юлия ямского не очень умный человек я это понял да вот даже я это давно понял но тем не менее вы несете вред да этот вред надо как-то вот прекратить поставить перед ним заслон то есть присоединение крыма не знаю были вы там или нет это что это фашизм а я там бывал и не раз я общался там с людьми которые рассказывали что было до и что стало сейчас понимаете что вы там еще пишите бытовой антисемитизм доказательства где эти доказательства репрессии хватит жить репрессиями надоели спекуляции ну и дальше бесконечно благодарна всем кто пришел спасибо а теперь самое главное нужно было по скриптам сделать но вы не стали этого делать а еще и закон ваба лава но это театр до виден дом в котором началась моя жизнь дом в который меня привезли из питерского роддома и вот на более еврейского народа на холокосте до на попытках значит воскресить репрессированных вы в очередной раз вымаливаете у эстонского государства гражданство эстонии вам не стыдно вам не стыдно а вот наши наши чиновники от культуры продолжают снимать юлию а продолжают финансировать фильмы с ее участием а она после этого едет за тысячу километров от москвы всего за тысячу километров от москвы и мешает нам ста нас там с говном вот она наша слабость вот она не умение заглянуть в будущее вот она попытка и не попытка а умение сделать бабки на всем даже на продаже всех принципов я имею ввиду наших чиновников от кинематографа чё ж вы делаете вы ж тиражируете вот эту вот пропаганду вы нас пропагандонами называете а вы тиражируете пропаганду антироссийскую потом у меня такой вопрос если юлия аук так печется о памяти невинно убиенных о памяти погибших почему бы не поставить спектакль в память о сносе памятника бронзовому солдату когда русские люди погибли в таллине почему про это спектакля нет а потому что русские а потому что не выгодно а потому что не поймут и уже той уж точно не дадут гражданство вы знаете вот я вам честно скажу я брезгую таких людей вот правда вы готовы торговать мертвичиной и вы это делаете делаете без зазрения совести а в россии вам помогают этим заниматься люди которые могли бы это остановить вам действительно надо уехать из этой страны я представляю как тяжело жить в ненависти в ненависти ко всему окружающему но вот знаете как чем человек с принципами отличается от такой беспринципной инфузории вот если бы у вас были принципы юлия вы бы не снимались в российском кино вы бы не снимались в российском кино вы бы сказали мне противно брать деньги у этих негодяев у потомков тех кто принимал участие в репрессиях хотя скорее всего ваши какие-нибудь родственнички расстреливали людей в подвалах и рушили церковь я в этом почему-то уверен понимаете о чем я говорю госпожа аук но вы берете эти деньги беспринципно берете и будете брать вот это вот страшно а наказывать вас можно только одним способом допустим я я по себе служу я никогда не стану смотреть фильм с участием юлия аук я никогда не пойду в кино на фильм где играет юлия аук и телевизор я выключу если увижу картину с юлия аук и ребенку своему если он увидит юлию аук если не надо смотреть кино вот с этой мадам есть над чем задуматься правда я тоже так считаю вообще конечно а судьбы актеров многих это нелегкие судьбы потому как хлеб нелегкий но вот смотрите но здесь не только к актерам рия новости умер актер из сериала ранетки умер актер из сериала ранетки арнис лица ты сушел из жизни блестящий актер я считаю великолепный актер сколько ролей 65 года в кинематографе запоминающиеся роли характерный актер в ранетках играл но как по поводу арниса я знал арниса царство ему небесное он жил во дворе моего друга частенько гулял с ардель терьером со своим вот по чака здоровались иногда разговаривали вот пять лет назад он дал интервью зачем пять лет назад он сказал о том что русские латвии являются пятой колонной о том что они тянут страну назад пять или шесть лет назад пять или шесть лет назад и сейчас латвия это две две разные вселенные но это не вселенные два разных таких небольших образований зачем многие отвернулись я помню от арниса колкости это при том что он играл в театре русской драмы и что прекрасный театр зачем было это сказано вот понимаете когда человек переходит за рамки своей профессии будучи полный непрофессионалом полной посредственностью в чем-то другом потому что актер сыгравший великого политика или ученого не становится великим политиком и ученым даже если он впитывает слова сказанные им в песе или в сценарии нет он просто транслирует жалко жалко что все происходит правда жалко украина у нас из-за информационной войны глава мин цифры украины анонсировал услугу е защита а где же услуга и пиздец но если вдруг а вдруг кстати кстати раз уж перешли к е защите что такое я защита это конечно же айти технологии а для того чтобы быть мух айтишником нужно же образование иметь соответствующее непрофессия ну и что если ну как Продолжение следует... 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 Алик, все плохо, все плохо, Алик, ты исходишь на фекалии в Германии, понимаешь, ты становишься вот этой вот массой, да, такой жиденькой, такая вот растекающаяся масса и съедаешь себя. Но не ты один, Алик, ты посмотри, что происходит в Штатах, там тоже движуха, мы же, у нас же сейчас месячник страдания по Алексею Навальному, там такой хэви метал в Штатах. Давайте посмотрим ролик, снятый в Америке, Таймс Сквер, Нью-Йорк, выпас, Нью-Йорк, Нью-Йорк, жаль, я опять не умею, смотрите, какая прелесть. Путин диктатор, не забудем, не простим, стоп, путин, стоп, патрифрешен, стоп, путин, стоп, патрифрешен. Путин из Агилер! Путин из Агилер! Путин из Агилер! Путин из Агилер! Не рады, это в конце. Подальше, подальше, подальше. Все, все захватить. Ой, ну это прекрасно! Russia will be free! Russia will be free! Да, что там еще вы кричали? Putin is a killer! Да, не Russian will be free, а Putin is a killer. Russia will be free! Откуда? Из Жмиринки понаехать. Ну вот это просто кайф! Не забудем, не простим! Громко хером похрустим! Господи, откуда вы такие беретесь? Леша, ты паришься? Я не знаю, паришься ты. Но если ты паришься, ты смотришь вот на это все. Посмотри, они же в клоунаду это все превратили, Леша! В клоунаду! Они глумятся над тобой, Леша! Это пиздец. Вот это пропаганда. Ну, что касается Украины, мне, конечно, откровенно жалко. Откровенно жалко. Значит, глава МВС Германии, вице-адмирал Шонбах, он заявил о том, что Крым больше никогда не станет частью Украины. Никогда не станет частью Украины. Видимо, настоящий офицер, ну, я не сомневаюсь, что настоящий офицер, человек с совестью, с головой. Так вот, эти вот клоуны из Галушкиного каганата, они добились того, что Шонбах ушел в отставку. Мне откровенно жалко, что вот этот вот пианист со всей своей комарилии отправил в отставку настоящего офицера. И Германию мне жалко, которую вы поставили на колени сначала, сами понимаете, кто эти понаехавшие, да? А теперь вот эти вот ставят, которых тоже там в Германии работает в достаточном количестве на плантациях и так далее, на кубничных. Жутко это все, вот честно скажу, жутко. Но мы продолжаем тему Германии. Кстати, привет вам, Юлия Аук, привет вам, Юлия Аук. Эхо Москвы, эхо Москвы, эхо Москвы продолжает свою деструктивную, у нас же принято считать, деструктивную деятельность, да, на государственные бабки. Итак, смотрим. Вот скриншот. Так, рассекречены документы о последних днях Ленина, болел нейросифилис. Ну, это ладно, это давным-давно все знали. Империя, а имперская повестка, единственное, что у них осталось, Шендерович. Это хуй сня. Опрос. Опрос на эхо Москвы. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анна Лена Бербук, глава МИД, ФРГ, возглавляла Россию? Вообще, вы вообще вот можете себе представить такой опрос такого характера? Ну, не знаю, там, в Германии, там, или в Англии. Хотели бы вы, чтобы Лавров возглавлял, там, такую страну, как Англия и так далее? Я понимаю, что здесь нет журналистики, но здесь нет ни мозгов, ни культуры. Ну, 7 977 человек проголосовало на тот момент, когда делал скриншот. Да, ответили 65%. То есть, они хотели бы, чтобы Анна Лена Бербук, она возглавила Россию. Нет, 29% затрудняюсь ответить. Ну, это люди вообще без мозга. 466 человек. А что вы другого характера опроса не замутите? Что вы Адика не вспомнили? Ну, Адольфио или Риббентропа. Ну, вполне логично. Что уж нагнетать, так нагнетать. Замутите опрос. Не хотели бы вы реинкарнировать Адика, и чтобы он возглавил Россию? Вполне нормально. У нас же стерпит это все государство. Ладно там про стоило ли сдать Ленинград или не стоило. Это мы уже проехали. Все продолжается в том же ключе. А потом, а потом, Юлия Аук, вот это Юлия Аук, она едет в Эстонию и ставит спектакли о Холокосте. Понимаете? Вот ее коллеги и друзья с радиостанции, где она бывает, они мутят вот такие опросы, а она ставит спектакли. Это какой-то пиздец. Нет, вам не кажется? Вы, конечно, меня простите. Я практически ненормативную лексику не использую в своих выпусках в последнее время. Но это просто пиздец. Вот то, что я сейчас вижу. Ну, либо мы проснемся. Либо мы проснемся. Либо у нас еще похлеще, чем Бербок. Или Бербок, как... Ну, Бербок, да. Бербок, наверное, скажешь. Будет во главе государства. Видите, как? Врата-то готовы открыть? О! Веник стоит. Заходи, Анна-Лена. 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 Порная звезда хорошая. Вот я не помню. Энни-Лен. Анна-Лена, да. Не помню. Датская, по-моему. Очень хорошая. Так, ну что там у нас, да? Ай, ты мой сладкий! Зеленский вел санкции против Артемия Лебедева. Вот это заголовок. Я бы... Не дорабатывают журналисты. Не дорабатывают. Я бы... Я бы такой заголовок сделал. Талантливый пианист ввел санкции в отношении такого же талантливого дизайнера. Такого же талантливого дизайнера. Я когда вчера об этом написал, да, как вам не совестно, Артемий... Артемий, или как он, Артемий, он наш, да? Ну, ваш чей-то, но не мой, точно. Ваш, наверное. Так, что там у нас дальше? Что-то было у нас в Эстонии. Знаете, что у нас... Это, конечно... Вообще, с одной стороны, конечно, мне стыдно говорить об этом. С другой стороны, знаете, как, блядь, от правды не убежишь, да? Вот смотрите, мужчина занимался самоувлитетворением в поезде Таллин Кехра, да? Таллин Кехра, да, он 38 лет, значит, сел после 9, начал, значит, гонять кулака. Да, о, Акошка, кто-то увидел, говорит, да, он же дрочит там по этому, по связи, говорит, как дрочит? Срочно прибегайте, полиция побежит по всему составу, он говорит, да вы, наверное, и судите, он говорит, да я его почти за хуй, за руку поймал, да? Можно сказать, о, они прибегают, смотрят они его точно, и за руку, и не только за руку, знаешь, когда штраф выписали, да, ему? Ну, штраф был выписан в порядке ускоренного производства, ну, как дрочил, так и выписывали, да, он ускоренно дрочит, они ускоренно выписывают. Ты знаешь, что, полиция озвучит сумму денежного взыскания, когда решение вступит в законную силу. Я могу сказать уже такую вещь, значит, дрочильным оказал самой трука Лембит, да, Лембит Куляк Страстый у него, еще кличка в нашем, да, кругу, Порсневик его еще называют, Лембит Порсневик. Он мне сказал, это самая дорогая дрочка в его жизни была, на 200 евро он пристроил, да, в карман на государство, вот, ну, в принципе, на этом ограничение законов. Ну, как знаете, в русской песне поется, да, он уехал прочь на ночной электричке, и дрочил в окно по старинной привычке, и та-та-та-та-та, зажало яички. Оп, да, все, нахуй, не знаю, ты курады, мне стыдно так, я вижу, я говорю, ты ху с вами, но не с ними. Ну что, господа, подписывайтесь на Кота Костяна, Саня, привет тебе, подписывайтесь на Бесогон Никита Сергеевича Михалкова, на Саваничи, там новый выпуск, я напоминаю. А в телеге, значит, конкурс на два билета на мой спектакль, обмен, вот, ну и ссылка, да, на Skill Factory в описании к этому видео. На Абзац Медиа подпишитесь, в Телеграме, обязательно. До встречи, друзья, спасибо.